Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале пиратская жизнь с Анксона Нина и Владимир. Владимир и Нина. Какая сида кетчупа на свою со собачьим? Давай сделаем заставку красивую. Короче, у нас сегодня на ужин рис вкусный, купаты и мясо. Мясо. Мясо, мясо. Вырезка на по три кусочка. Салатик, вот я себе сделала с Адакода. По три кусочка вырезки. Так, здесь у нас грибочек такой вкусный. Этот, как это называется, королевский гриб. Он такой, губка, губка, гриб. Так, а салат у нас с кинзой и прочим. Всем приятного аппетита и хорошего настроения. Один пакет криса на двоих. Нам, хоть. Коктейль. Для сухриева, товарищи, для сухриева. Чистый разгонокрови. Хорошо. Ням-ням-ням-ням. Вот, друзья, я сейчас смотрю. У нас заказ-то вырезка есть. А что мы ее едим? Я говорю, так, непорядок. Я ее сделал, а ты ее заныкала. Ну, вон она стоит, а потом говорит, что я тебя не кормлю. Вот она стоит. Да-да-да-да-да. Вот возьми и достань. А ты говоришь, что колбасы, колбасы. А куда ты ее спрятала? А сверху в коробочке. А ты пройди по всем коробочкам, все найдешь. Сверху. Да. У меня он этот горчичный. По коробочкам распрятала? Да. Вот так вот. И еще и тут. Зато орешки поставила на самое видное место и сразу все нашел. Да-да-да. Орешки это орешки. Белочки всегда по запаху находят. А что, мясо уже разучилось искать? По запаху-то. Это для мозга. Орешки. Кинзой с авокадо. Обалденно. Обалденно. Еще половинку. Еще половинку назад расстала. Мне такой классный авокад попался. Нос чешется. Попить хочет. Или нос. Да, пишу. Да, чешется. Красава его. Давай побрейся. Как Наташа сегодня заметила. Что он, что Иван. Борода отращивает. Да. В семинаре уходим. Оба. Вкусно этот горчичный. Пойдем учиться. Этот рецепт курицы просили. Девочки, у меня нет ничего сложного. Соль, перец. Немножко горчица. Немножко... Мазика. Мазика. И сметану чуть-чуть. Или, да. Или сметану чуть-чуть. И пару зубчиков чеснока. Все этой смесью хорошенько намазать курочку. Дать настояться. Внутри и снаружи. Внутри и снаружи. Дать настояться примерно в часе-полтора. А то два. Можно, кстати, знаете, вилочку вот так протыкать, чтобы внутрь все попало. Ну, лучше не надо. Потом на противень, на пергамент запекать примерно час, при двухсот градусов. Все. Вот такая. Если нужен колер, то включать гриль. Вот так. Примерно так. Тут уже каждый, так сказать, извращается к какому-то. Можно итальянские травы. У меня готовил в ванн. Запекали мы примерно час. Ну, предварительно духовка разогрета. Курица, кстати, вкусно получилась, сочная такая. А все потому, что соус был именно на майонезной основе, так как курица сухая. Само по себе мясо. Чтобы оно еще больше сухим не стало, именно надо на майонезной основе. Но кто на диете, можно эту сметану. Ну, короче, еще такой вот жирненький, скажем так. Немножко. А этот, как его, вырезку, вам примерно готов, примерно такая же. Это какая-то. Да? Да. Вот. Кто что-то добавлял туда. Что еще? Потом еще. Колесик? Клоску. Кого? Ложку сметаны? Угу. Ты у меня сметану украл? А я думаю, что у меня сметану заканчивается, а? Ну, у меня сметану таскать. Ну, у тебя ложку взял. Сметь, как я красиво все взял. Хе-хе-хе-хе. С горчичкой. Блин. Эту вырезку кудется. Все. То выюживаться, готовить. Ммм. Что-то мне тут рассказывал. Сначала так поставил, потом фольгой закрыл. Воды какую-то добавил. Я точно не буду. В общем, обмазывайте. Так же делайте все это. Все, просто, ну, я отсутствую. Берете майонез, горчицу и ложку сметаны. Добавляйте соль, перец. Вот. И все. Ну, можно хмель сунели. Запеклась, если хорошо, сочная. Размежьте эту жижуцу. Это соус наш. Обмазывайте вырезку. И оставляйте на 2-3 часа. Можно опять же протыкать. Можно чесноком, кстати, протыкать. Можно, да, кстати. Но чуть-чуть. И с крупной вырезком. После этого, как она пробуется, берете противень. Туда укладываете вырезку. На пергамент можно. То, расскажи. Ну, еще. Разогреваете духовочку. 220-230 градусов. Запей. И ставьте ее на 10-15 минут. Попробуйте горчичку. Через 15 минут вытаскиваете ее. Выкидывайте ее на хор. Вот. Это очень жирно и вкусно. И делаем такую фигнюшку. Добавляем где-то 5 миллиметров водички. Это болел, что ли? Нет. Хорошо, что я отсутствую в этот момент. Надо донышко. Чуть водички. И закрываете фольгой сверху противень. Именно той частью, которая блестящая. К мясу. Это прямо имеет значение? Да. Как это, да? Убавляете духовку на 180 и ставите эту вырезку на час или на 80 минут. И забывайте. На час или на 80 минут? Да. У вас много большая такая. Узай, есть 50 вырезок. Если маленький час, если чуть побольше, там большая, то 80 минут. Я думала, он тут это, хаосос мой, а он тут это извращался по кухне. Вот. После этого... Держи, что творит мой муж, когда у меня нет дома? Вот. После этого... Слушайте. Снимаете эту, скажем так, фольгу, которая это все делала, было. И прибавляете духовку от 180 опять на 230 и ставьте еще на 10-15 минут для колера. Держи, хотите, раскрою свой секрет? Смотрите. Если у вас мужик пьет, и вы ничего не можете с этим делать, купите ему машину. Он будет пить в машине. Нет, он не будет пить, потому что он будет всегда за рулем. Это раз. Второе. Если вы думаете, что когда вы уходите из дома, он вам изменяет, учите его готовить. И уходя из дома, попросите приготовить что-нибудь вкусненькое. И все. Пока он что-нибудь вкусненькое не приготовит, он будет там заняться. Так что вот, простые рецепты. Простое. Все гениальное просто. Вот так вот я мужика отучила. От питья и от... Я не думаю, чем он занимает. Он тут выйдет. Выриспорт. Сейчас что мы пьем? Колу. А что делать? Ром и пепси-кура. Вкусно. Нравится мне этот салат с авокадо. Оболнина. Ну, я тебе половинку все положу. А то целое... Много. Грибок чуть не будешь? Будешь. Бери все поближе, потому что там он как-то так... Весь период. Ты союзный. Да. Угу. Блин, Резьба с матем. Такая вкусняка не могу. Вот там одного пофельки, недавая хватает. Бери осторожен. Я его резала. Или что? Да потому что я взяла, а там вот одна вот такая губка. Ну. Ну, как ты его резать будешь, видишь? Ну, ну что? Хрюстит. Хрюстит. Смотри, что от Наташи забудьте. Или Ваня. Как он, как он дырок едет. Солянки не наварила. Видишь? Я тебе так никогда забыть. Солянки не наварила. Просто я дырка. Потому что это ленинная. Девочки, все наготовлено. Что в холодильнике? Открой, только руку протяни. Вот он будет голодать, пока ему ничего не дадут. Что, тебя убью, что ли? Это кусок мяса возьмешь. Если бежала сосиска, он бы сразу нашел. Не, серьезно, знаете, вот насчет машины. Действительно, вот ездим постоянно на праздники там. Наташа, Я-то пью, а он вот не пьет. Молодец. Потому что мы специально уже даже сок отдельно покупаем. А раньше было-то не выпил. А сейчас нет. Как диска злая. Так уютно сегодня было. Едем в машине. Там снег фигачит. Жопа какая-то на улице, реально. Мы едем. Как в домике, знаете. Тепло, хорошо. И мухи не кусают. Ага. Я только смотрю, люди там ходят. Уже там темно. Люди ходят. Я такая думаю. Я посмотрела, у меня прям холодно стало. Как хорошо, когда есть машина, когда все ничего не надо. Так, раз метнулись. Она тоже делает тушенку. Обещала угостить. Попробовать. Хотят завтра заняться. Собцом. Мужики там заинтересовались. Стоят, смотрят. Я говорю, нифига себе, у вас интерес какой-то. Нездоровый. Почему не здоровый? У меня такое ощущение, что они как-то рассматривали по другим углам. там же сказано было. А парал, да? Да, да, да. Ну, там же сказано было. Еще можно проапгрейдить. Прокачать до состояния полезные вещички. Амбрузии, да? Да. Ну, а что у нас просто так стоит? Что люди попользуются? Я говорю, Наташа, наиграйтесь, скажите, мы заберем. Потом мы будем играться. Так я смотрела. Кстати, реально некоторые берут в аренду подобное. Потому что для постоянного пользования в принципе он не особо нужен. Не так вот редко. Недельку-другую как раз. Ну да. А что, наготовил? Все холодильники в банке забил. И все. Съел, заново готовишь. Готовится-то быстро. Губку-бубку будешь доедай? Буду-буду оставить. Я говорю, знаете, мне этого ничего не жалко. Вот у меня есть возможность поделиться. С удовольствием. Так что, как я и говорила, утром не пылюй в колодец. Вот такой. Ну что, наелся мясом-то? Эти, мулага. Сешь мне еще кусочка? У меня уже не есть. Да. Я ему все скальмливаю, что мне не попадет. Нет, ты можешь не есть, в принципе, мясо-то. А, так и быть, да? Уговорил. Уговорил. Эти, человек, изымученный, норзан. И мясом. Угу. Что, салатским золь? Вообще. Кто любит, обязательно порвать, а? Просто с авокадо. Ужас. Там, кстати, кинза есть. Можно с мясом затушить. Что это мне? Кинза. Хорош, такой пучочек сейчас. Да? Да. А вот мясо заканчивается. Надо мясо, кинзу. Ну, кстати, кладинка, там есть какое-то мясо. Забыть, я жду. Завтра опять снег. Я думаю, чем заняться? Завтра опять дождь, снега. Да. Ближе к вечеру дождь. В общем, кто? Просто это пиздец. Я сказала, по-другому. Да. В общем, отопление выключили. Вот у нас минус два на улице. Ну, так вот. Спасаемся кандидатюням. Ну, кто и век тоже. Ну, тоже приехала она водолазка и еще на ней костюм. Потому что там холодно. Даже в ванн обычно потом уходит в трусах, а сейчас маечки еще утепляется. в тапочках. Да. Обычный бисик. Ну и вкусно. Покушать, конечно, тоже полезно. Сейчас соберу все. Веселот такой. Смотри, все шуришь. Ладно. Это я сейчас сама съем. В общем, ребяточки, хочу поднять тост за вас. Пожелать вам здоровья. Пожелать вам всего самого хорошего. Как знаете, в нашем возрасте уже желаю здоровья. Все одно и приложите или уже есть. А вот, чтобы у вас все ладилось, чтобы в семье у вас было мир, здоровье, благодать и все самое замечательное. В общем, поднимаю за вас тост. Спасибо большое, что вы нас смотрите. ставите лайки, пишите свои добрые комментарии. А мы с вами увидимся в следующем выпуске. Всем выпуск. Всего хорошего. Пока-пока. Пока.